Эту молодую, яркую украинку в последний раз видели живой 28 декабря 1970 года. Ее тело нашли на пятый день поисков. Тайна ее гибели так и не была раскрыта. Кто убил знаменитую художницу-диссидентку? Ту, которую Комитет госбезопасности считал лидером бандеровской организации, финансируемой западными спецслужбами. Знакомо, да? Это было очень похоже на политическое убийство. Ее похороны превратились в митинг протеста. Один из первых массовых протестов в советской Украине. Здесь, на канале МЫР, мы рассказываем истории о правозащитниках. Это самурайский цикл. А еще мы говорим о судьбах пропагандистов, горения в аду. И много еще чего другого, что кажется нам действительно важным. Подпишитесь на нас. Мы работаем для того, чтобы в мире стало немного больше добра. Герои прошлого и герои современности должны быть услышаны, чтобы все не зря. Художницу Аллу Горскую советские власти считали националисткой. И побаивались. Еще бы не побаивались. Сильная, талантливая, харизматичная и неподконтрольная. Ну, как украинская территория. Хотя, казалось бы, а вот чего ей не хватало? Алла Горская родилась в номенклатурной семье. Ее отец был директором Ялтинской, потом Ленинградской, Одесской и в итоге самой Киевской киностудии. Окончила художественный институт в Киеве. Вышла замуж за однокурсника Виктора Зарецкого, которого считала круче себя. Была оттепель. Горская и Зарецкий много работали. Выспевали украинских шахтеров, хлеборобов, природу и саму Украину. Горская и Зарецкий много работали. И вот это вот все чуть позже КГБ сочтет национализмом. Пошла тенденция. Народная, исконно украинская попадала под запрет. Запрещали спектакли национальных авторов. И для этих постановок Алла Горская рисовала декорации. Со скандалом запретили и разобрали ее и ее коллег огромный витраж в Киевском госуниверситете. А что там было? Это Тарас Шевченко в полный рост. Работу признали идеологически враждебной. Вот посмотрите на сохранившийся эскиз. Вот это вот-вот уничтожили. Слишком украинский Тарас. Алла Горская была таким еще предшественником историка Юрия Дмитриева. Он сейчас сидит. Тоже враг нынешнего российского народа. Горская с друзьями искала тайное захоронение репрессированных и нашла жуткое место, деревня Боковня под Киевом. В 30-е годы чекисты тайно казнили там 120 тысяч человек. И наша героиня Горская обнаружила эти захоронения самым страшным образом. Увидела, как мальчишки гоняют странный мяч. Отняла. Это был детский прострелянный череп. Так в Украине началось восстановление памяти о расстрелянных НКВД. Могло ли это понравиться ГБшникам, прямым наследникам сталинских чекистов? Дальше больше. Алла Горская переписывается и поддерживает политзаключенных. Помогает диссидентам, вернувшимся из тюрьмы. Протестует против постановочных судов над политическими. Как все знакомо, правда? Алла Горская отдала жизнь за то, чтобы Украина вырвалась из этого бесконечного морока. А Россия зашла на следующий круг. И вот еще что. Знаменитые работы Аллы Горской украшали множество зданий в Донецке и Мариуполе. Все они посвящены ее главной в жизни теме – мирной, свободной, процветающей Украине. Сейчас от них не осталось ничего. Но Украина, та Украина, о которой мечтала и за которую боролась Горская, жива и будет.